Тема очень важная, мы это с удовольствием поддержим, но мы идем по пути совершенствования именно процесса приемки экзаменов. И когда шла речь ЕГЭ или оставить прежние, я поддерживал ЕГЭ, поскольку в прежние экзамены больше субъективизма. Преподаватель, от его настроения зависит, даже какие-то внешние факторы могут влиять, усталость его и так далее. А уже ЕГЭ здесь, так сказать, нету человека, мы его исключили. Но ошибки, которые есть, когда я слушал вот сейчас, то я практически вспоминал работу избирательных комиссий. Там тоже наблюдатели, и там приблизительно те же ошибки. И не там бюллетени лежат, не туда положили, не так подошли. Значит, набор одинаковый. Кстати, у нас тоже есть наблюдатели, и им тоже мешают работать. Поэтому здесь есть, и я с удовольствием бы поддержал поднять их статус, статус, так сказать, общественных наблюдателей. Конечно, можно в этом направлении идти, мы согласны, пусть идет. Вот у нас сегодня и преподавательский состав великолепный, ректоры, и министерство. Но все-таки я бы хотел попробовать нам как-то найти еще один инструмент выявления талантливых людей. Любой экзамен, он все-таки ограниченный. Вот чем критики ЕГЭ говорят, что это какое-то начетничество, там как бы нету развития, человек, так сказать, просто запоминает что-то. А слушайте, а прежний экзамен, разве не так было? Мы искали билеты и искали ответы. И делали шпаргалки. Я-то не участвовал в этом. Когда я говорю, что мы, я имел в виду все школьники и студенты. Я как раз получал быстро хорошие оценки в том, что я шел сразу, первым, на свежую голову, так сказать, экзаменатора. И сразу отвечал, я говорил. Это нравился экзаменатор. Он не ждал. Сразу вызывает подозрение, когда человек молчит, начинает вспоминать еле-еле какую-то информацию. А когда быстро говорит и рассуждает, как бы, мне сразу ставили пятерку, я шел, все. И с отличием окончил, и красный диплом. Но как научить всех преподавателей быстро выявить, так сказать, вот, есть этот талант, этот человек способен дальше. У меня есть депутат, который инженер. Он медленно говорит. Но он талантливый инженер. Ему не обязательно говорить. Если он снова вернется на работу инженером, ему, может, молчать нужно, но будут новые двигатели для наших самолетов. И они не будут падать. Здесь, как раз, говорить не надо. Но как на экзамене это сделать? Поэтому все-таки я попросил, может быть, Дмитрий Викторович, как-то подумать. Бывший министр ему предложил, ну, давайте собеседование проведем. Я проведу 10 человек из Юганов. И посмотрим 5 лет, как они будут учиться. Кто в состоянии определить? Ну, я называю его, может быть, сотни тех, кто примут участие в собеседовании. И тысячи человек они прогонят через себя. И по их заключению мы примем этих абитуриентов, сделаем студентами. И потом посмотреть, у кого правильная методика определения тех необходимых качеств для учебы студентов. Потому что экзамен все равно он сужает. Хотя я, когда еще, помню, сдавал в автошколе, то меня завалил преподаватель. Второй раз мне разрешили сдать на машине. Я сдал тут же. Потом я понял, почему меня завалили. Знания-то одни и те же. Мне намекали, нужно дать взятку. Я не понимал, был очень наивный. Там слово взятка не звучало. Мне как-то, ну, надо отблагодарить. Придет там экзаменатор из ГИБДД. Я думал, с какой стати я студент, у меня стипендий не хватает на жизнь. Естественно, меня завалили, раз не понимаешь. А машина, уже ничего нельзя сделать. Здесь техника. Я нажал правильно. Как-то назывался, я не помню даже как. Когда, это же давно уже, вот, ответы готовы. Ты должен правильно назвать ответ. Вопросы тебе дает машина, ты нажимаешь на кнопку правильного ответа. Ну, вот этот момент я бы хотел, все-таки, чтобы в министерстве кто-то занялся. Какой-то эксперимент провести. Потому что Олимпиады хорошо. Но не все могут поехать на Олимпиаду. Где она проводится, когда проводится. А где-то талантливый человек в самом отдаленном мысленном пункте находится. Есть эти наши новые там Кулыбины, не знаю, эти Капицы, Курчатовые. Много-много-много их. А как их мы вытащим, так сказать? Их там не смогут нам помочь. Вот через собеседование. Хотя собеседование, он не приедет, у него денег нет. А те, кто в состоянии провести собеседование, не могут приехать в каждое поселение. Их 44 тысячи. Поэтому ЕГЭ сегодня, он дает возможность талантливой молодежи оказаться ближе к тем центрам, где есть хорошие учебные заведения. Но все-таки подумать. Может быть, из тех, кто не поступил, не сдал ЕГЭ, еще раз провести фильтрацию. У нас места-то остаются, даже бюджетные, по итогам каждого, по-моему, экзамена. По-моему, сегодня мест в вузах больше, чем абитуриентов. Если мы еще раз профильтруем тех, кто не прошел, среди них можно найти тех, кого можно принять по итогам собеседования. Поэтому я сторонник собеседования. Никакого экзамена. Внезапно. Вот я сижу и говорю, тебе какой цвет нравится? Бирюзовый, объясни. Если он правильно объяснит, я ставлю плюс ему. Вот я спрошу что-то про погоду. Спрошу, вот в чем причины авиакатастрофы вчера в Казани. Назови мне. Он будет называть, но уже услышал по радио. Скажет, значит, там, плохая подготовка летчиков, хорошо, плохой аэропорт, плохая погода, двигатель. Все-все-все. Я ему поставлю минус. Главная причина. Управленческая. Погода мы не отвечаем, но самолеты сегодня все погодные. Плохая подготовка летчиков, кто виноват? Или аэропорт что-то плохое. То есть он должен понять, что главная причина не в этом. Или там оказывается бортпроводник теперь диспетчером в аэропорту. Они ставят, что нет людей. Нужно закрывать аэропорт. Или самолет отнять рейс, если сажают с маленького самолета на большой иностранный самолет. Если он правильно ответит, что управленческая ошибка здесь. А в чем она заключается? Нужно снова восстановить Министерство гражданской авиации. Вот молодец, пятерка. Пусть дальше учится. Он правильно понимает причину происходящих в стране событий. Мы берем актуально. Нельзя там копаться. Карл 12-й, что там в чем был одет, как там, хочешь быть миллионером. Кто там на подносе было. Чего там не было на подносе в каком-то сюжете литературном. Какого-то стакана не было. Или сахара не было. Откуда должен человек это знать? А вот разобраться сегодня в ситуации. Вот это, мне кажется, я просил бы. Я заканчиваю, потому что много желающих. Пусть выступают. У меня и так площадок хватает для выступления. Но из уважения к вам я пришел. Но вы, наверное, и других приглашали. А они не пришли. Вот вы это учитывайте. Что я уважаю образование министра и ректора Ярослава Ивановича. Потому что одна из лучших. У нас все одно из лучших сегодня учебных заведений. Правда, они боятся меня приглашать. Всего один раз я был за 20 лет. Приходите, приходите, Владимир Владимирович. Спасибо. Я вас сейчас приглашаю. Хорошо, спасибо. То есть вот, если можно, Дмитрий Викторович, подумайте, как-то собеседование вставить где-то кусочком. Иногда в качестве эксперимента. И потом последить за этими ребятами. Если они будут лучше учиться, значит, собеседование будем расширять. Спасибо. Спасибо.